13.06 в Кирове начинается программа «Особые мнения» в студии Анны Лапшина и мой сегодняшний гость юрист Ян Чеботарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Прежде чем мы перейдём к вопросам, я напомню средства связи. Наш телефон для СМС. Напомню, что в особом мнении мы не принимаем звонки, но тем не менее вы можете отправить ваш вопрос посредством СМС. 8-909-720-101-0. Также вы можете написать форму анонса на нашем сайте эхакирова.ру, вопросы нашему гостю. Там же есть видеотрансляция нашего эфира. Я немножко в растерянности, Ян Евгеньевич, я, честно говоря, не понимаю, с какой темы начать. С какой темы из последнего выпуска новостей наших московских коллег мы начнём? Всё-таки Никита Белых или Алексей Навальный? Я предлагаю всё-таки с губернатора, пусть бывшего, но тем не менее. Хорошо, начинаем с Никиты Белых. Коллеги наши сообщили, что сегодня Никиту Юрьевича этапируют из СИЗО Лефортова в СИЗО «Матросская тишина». С чем это может быть связано? Ну, опять же, из сообщений средств массовой информации следует, что главной, может быть, и единственной причиной для перемещения Никиты Юрьевича является ухудшившееся состояние его здоровья и анонсируется, что по прибытию в «Матросскую тишину» он будет помещён в больницу. А в Лефортово нет больницы? Там нет возможности? Ну, насколько знаю я, там есть медицинский пункт в лице фельдшера и врача, а непосредственно в «Матросской тишине» уже лечебно-исправительное учреждение отдельное, ЛИУ, так называемое, и фактически там стационар. То есть условия там лучше? Ну, вряд ли где-то можно сравнивать, где лучше условия в Лефортово, либо в «Матросской тишине». На мой взгляд, Лефортово само по себе всё-таки более комфортное место для содержания человека под стражей, чем «Матросская тишина». Однако, с учётом того, что именно в последнем исправительном учреждении имеется койко-место, на которое может быть помещён Никита Юрьевич, я думаю, что именно поэтому он и туда и этапируется, с тем, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Но, опять же, всё-таки давайте не будем забывать и скидывать со счетов, что Никита Юрьевич не является рядовым заключённым, содержащимся под стражей, не в последнюю очередь в силу того, что он всё-таки занимал на момент своего ареста должность губернатора действующего. Соответственно, никому, ни властям, ни руководству в СИН не нужны никакие повторения, попытки даже, отдалённо напоминающие дело Магдинского. А к чему же тогда вот эти все разговоры и рассказы, которые являлись, не знаю, на протяжении последней недели, наверное, в СМИ? Я напомню, что, если я всё верно поняла, на прошлой неделе ходили, навещали Никиту Юрьевича члены ОНК Москвы, и, к сожалению, по-альшому описывали его состояние как очень-очень тяжёлое. На протяжении нескольких месяцев оно ухудшилось, я бы сказала. Ну, на мой взгляд, всё-таки специалисты ОНК описывали подавленное психологическое состояние Никиты Юрьевича. На мой взгляд, у него в настоящий момент действительно большие проблемы с психикой. Прошу правильно меня понять, я не пытаюсь сказать, что пошатнулось его душевное здоровье, но в любом случае это действительно психотравмирующая ситуация, когда человек достаточно длительное время содержится в четырёх стенах. Он, безусловно, волнуется за свою судьбу, за судьбу своих близких. Я знаю, что он действительно испытывает трудности в общении с людьми, входящими в состав его семьи. К нему весьма проблематично может попадать мать. У него действительно есть проблемы, связанные с общением с своей будущей супругой. Действительно, ему это не добавляет уверенности в завтрашнем дне. Он действительно подавлен, и на этом фоне, безусловно, следует ожидать обострения всех хронических болельщиков, которые у него имеют место быть. Тем более, что действительно сообщается, что он страдает диабетом. Пусть и это диабет не инсулинозависимый, но тем не менее, это тяжёлое достаточно заболевание, на фоне которого возможно обострение и других. Яна Евгеньевича, скажите, пожалуйста, а изоляция от членов семьи – это обычная практика вообще в таких случаях или нет? Ну вот смотрите, насколько знаю я, госпожа Рейферт, которая является сейчас невестой Никиты Юрьевича, одновременно проходит по уголовному делу в качестве свидетеля и позиция следствия в её отношении хотя бы понятна. Действительно, свидетель не может в любой момент общаться с лицом, содержащимся по страже и проходящим по уголовному делу в качестве обвиняемого. В части матери ситуация мне непонятна абсолютно, хотя на мой взгляд… В части жены детей, бывшей жены? В части жены детей точно так же Никита Юрьевич имеет право, предусмотренное уголовно-исполнительным кодексом и уголовно-правоциальным кодексом, на свидание с своей семьёй. Но только с разрешения следователя, я понимаю, да? С разрешения следователя, да. Хотя, конечно, некоторым образом у меня есть сомнения, применительно к тому, что всё-таки немножко ситуацию излишне драматизирует. Почему? Потому что, насколько известно, опять же, мне, Никита Юрьевич регулярно посещают его защитники и, соответственно, передавать хоть какие-то весточки небольшие членам семьи Никиты Юрьевича о состоянии его здоровья, о настроении, какие-то его пожелания. Они, безусловно, могут, и никто их такого права не лишал. Но я не думаю, что ситуация страна настолько, что у него нет возможности передать какие-то свои сообщения через адвокатов. Я думаю, всё-таки речь идёт о том, чтобы человека просто увидеть, посмотреть на него, ну, не знаю, за руку по трубке, если это возможно, конечно. Ну, за руку по трубке не получится. Краткосрочные свидания в следственных изоляторах не подразумевают. Контакт. Да, то есть это всё-таки общение через стекло и посредством телефонной связи. То есть здесь увидеться, да, но это такое, знаете, весьма условное общение всё равно. Понятно. Ещё хотелось спросить вас вот о чём. Насколько я поняла из разговора своего недавнего с московскими коллегами, которые пытаются писать Никите Юрьевича письма, он этих письм не получает. Потому что от него, в свою очередь, приходит сообщение о том, почему вы мне не пишете. С чем это может быть связано? Я это говорю для того, чтобы люди, которые, не знаю, возможно, в Кирове, пишут Никите Юрьевичу, понимали, что пройдёт определённый период времени, прежде чем они получат ответы. Ну, весьма длительный, как правило. С учётом того, что Никита Юрьевич в настоящий момент является подследственным, вся корреспонденция, которая исходит и от него, и к нему, и входящая, и исходящая, проходит двойную цензуру, то есть первоначально с поступившей корреспонденцией знакомится цензор следственного изолятора, после этого вся корреспонденция регулярно, не говорю, что ежедневно, регулярно, чем как раз, на мой взгляд, обосновывается задержка в получении конечным адресатом этих писем, пересылается следствие с тем, чтобы и следствие ознакомилось с содержанием подобного рода писем на случай, если на Никиту Юрьевича выходят лица, которые могут являться причастными к тому обвинению, которое ему и вменяется в настоящее. Вдруг ему Зудхаймер пишет что-то о том, что Никита Юрьевич, я тебе в следующий раз, в следующий транш... Под фамилии корреспондента Эхо Москвы пишет. Возможно, это такое. Ну, вопрос не в этом, просто здесь как раз сначала всю эту корреспонденцию читает цензор СИЗО, после этого все это скапливается вместе, и когда накопится какая-то пачечка, все это попадает в следствие. И уже следствие знакомится и решает, что передать Никите Юрьевичу, что не передать. К сожалению, это наши российские реалии. То есть это такая длительная бюрократическая процедура, которая занимает несколько месяцев. Весьма длительная, ну, несколько месяцев, это, конечно, некоторый перебор уже, прямо скажем. Но, к сожалению, у нас не установлено... Сроков нет. Да, конкретных сроков. Указано о том, что вправе Никита Юрьевич получать корреспонденцию, но, к сожалению, где не написано, что незамедлительно, либо с опозданием на 1, 2, 3, 4, 10 дней. То есть здесь, безусловно, некоторый простор для бюрократической фантазии у цензоров есть. Но они делают это намеренно? Или это просто система такая? К сожалению, но, на мой взгляд, в настоящий момент, и мы можем коснуться этого, рассуждая о проблемах Алексея Анатольевича Навального, что Навальный, что Белых в настоящий момент, да и другие люди, которые содержатся в следственных изоляторах, отбывают назначенные наказания, справедливые и несправедливые, они сталкиваются, большей частью, не с конкретными людьми, винтиками системы, а с самой системой. Безусловно, ради личности одного Никита Юрьевича система под него прогибаться не будет. Поэтому здесь очень важно, чтобы он как-то все-таки успокоился и внутренне приготовился к достаточно длительному противостоянию с подобной вроде системы. Сломаться в таких условиях очень просто. И после этого ему будет очень тяжело просто остаться человеком. Основная задача, помимо того, чтобы бороться за свою свободу сейчас, у Никиты Юрьевича, это сохранить самоуважение к себе. Вот так вот? Ну вот, на мой взгляд, да. Какая-то грустная вырисовывается ситуация, на самом деле. К сожалению, я читал отчет ОНК о посещении Никиты Юрьевича, я смотрел интервью на «В дожде», оно есть в сети интернет. У меня на самом деле сложилось очень нехорошее ощущение о том, что у Никиты Юрьевича идет какая-то непонятная внутренняя ломка, что он действительно сам себя фактически уничтожает, и я склонен соотносить это не столько с проблемами с его физическим здоровьем, сколько с душевным. То есть, действительно, не позавидуешь человеку, безусловно, но настолько убивать самому себя тоже не стоит. Страдая диабетом, курить, не принимать таблетки, и опускаться никак нельзя. Даже не знаю, что сказать. Даже не знаю. Давайте сделаем паузу небольшую и вернемся. Возвращаемся в эфир. Программа «Особые мнения». В гостях у нас Ян Чеботарев, юрист Яна Лапшина, и мы продолжаем. Напомню, о чем мы говорили в первой части программы. Никиту Белых переводит из СИЗО Лефортова в СИЗО «Матросская тишина», где есть возможность оказывать ему более квалифицированную медицинскую помощь, поскольку ранее сообщалось, что состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Закончили мы на том, что, скорее всего, у Никиты Юрьевича проблемы не только с физическим здоровьем, а он, что называется, упал духом. И вот Ян Евгеньевич говорит о том, что, находясь в подобных учреждениях, никоим образом нельзя такого делать. Ну, нельзя не себе позволять, и, честно говоря, я думаю, что любой уважающий себя человек не должен пытаться как-то побольнее укусить человека, который находится в подобной ситуации. Но, к сожалению, в большом мы это видим сейчас. Ну, да, и в интернете я читал, что бывают случаи, когда наши с вами сограждане глупости разного рода изливают на бумаге пинать льва, пусть даже больного, смысла большого нет, не говоря уже о том, что здесь, простите, все-таки это несколько не по-мужски. Ну, здоровья Никите Юрьевичу. И переходим к Алексею Навальному. Алексей Навальный тоже был фигурантом, простите, пожалуйста, за это слово, последнего выпуска новостей, недавнего совершенно, да, у наших коллег из Москвы. Алексей Навального пытается, как я понимаю, принудительно доставить в Киров. Ну, не пытаются, я думаю, что его и доставят принудительно в Киров, во всяком случае, именно об этом говорит судебный акт, который предписывает в службу судебных приставов обеспечить путем принудительного привода Алексея Анатольевича Навального, который на, по-моему, двух последних заседаниях суда не присутствовал. Он пояснял это тем, что, насколько я понимаю, у одного из адвокатов, если я верно помню, у Светланы Давыдовой, да, который представляет, по-моему, интерес офицерова, у нее были некие дела в Салехарде, вот, и она не могла присутствовать на заседании, и, соответственно, фигуранты дела тоже не могли сюда приехать, потому что бессмысленно заседание без адвоката. Ну, на мой взгляд, это все-таки некоторым образом... Лукавство? Лукавство, да. Суд, когда назначал судебное заседание на определенный день, был информирован о желании стороны защиты перенести судебное заседание, однако, тем не менее, назначил эти судебные заседания. Это право суда. А что делают адвокаты в таких случаях? Адвокаты могут ходатайствовать все-таки об отложении. Если суд не соглашается, а такое тоже бывает, можно обжаловать действия председателя стихующего, да. Но просто так взять и не явиться, ну, это не совсем корректно. Это действительно достаточно грубое нарушение со стороны подсудимого. В этой части, я честно вам скажу... Но мы ведь не знаем, возможно, они каким-то образом уведомляли о том, что не приедут. Ну, тут, смотрите, если суд назначил заседание на, например, 30-е число, и вместо того, чтобы исполнить обязательное предписание суда и явиться на процесс, стороны просто известили судью Выдрину о том, что мы не явимся, потому что не захотели, не смогли, адвокаты заняты в других процессах и прочем. Это, простите, на самом деле абсолютно неверно. Даже с точки зрения позиции стороны защиты это неправильно. То есть в любом случае надо ехать, получается? Все равно надо было ехать. Извините, но у нас уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что процесс ведет судья. Мы можем по-разному относиться к характеру этого процесса, к обвинению, которое предъявлено Алексею Анатольевичу. Но это наш с вами суд. Это орган государственной власти и принуждения. К сожалению, в соответствии с законодательством Российской Федерации только суд может разрешать уголовные дела. Соответственно, неуважение к суду, неисполнение обязательных, опять же, повторюсь, для всех предписаний суда – это неверная позиция. И действительно, господин Навальный подвергнут приводу, причем на третье ходатайство, по-моему, уже со стороны обвинений. В удовлетворении первых двух суд отказал. И с учетом многократно повторяющейся неявки Алексея Анатольевича на судебное заседание, господин офицер принял решение о приводе их. Естественно, что никаких дополнительных бонусов Алексей Анатольевич не получит. Только проблемы может себе создать. Дополнительные бонусы в глазах суда? В глазах суда, да, прежде всего. Значит, может быть, конечно, он будет использовать подобного рода неприятную процедуру для каких-то иных целей, но это не мне судить на самом деле. Елена Евгеньевич, скажите, пожалуйста, а зачем принудительный привод? Все-таки вот только что в новостях поясняли, я так понимаю, что цитирую Алексея Навального, что у него уже есть билет в Киров, и завтра он сюда приедет. Зачем же тратить время судебных приставов на сопровождение в аэропорт? Ну, давайте так. Вернемся к этой теме. Уже неоднократно Алексей Анатольевич приглашался на судебное заседание, на которое не являлся. И показывал билет при этом? Ну, в части показывания билета, не знаю, думаю, что не показываю, но тем не менее, основанием для принудительного привода являлось то, что Навальный дважды не явился на судебное заседание. То есть по второму кругу мы с вами пошли, да? Спасибо. Есть ли основания поверить ему сейчас? Ну, я человек легковерный, я люблю людям верить. Суд наверняка в силу специфики своей деятельности не может огульно доверять всем. Если один раз человек обманул, другой раз человек не выполнил взятую на себя обязанность явиться, где гарантия, что он не сдаст этот билет, либо, простите, он прилетит именно в Киров, а не на машине, например, в город Киев, к примеру. — Ян Евгеньевич, а Вы за процессом следите вообще? Хотя бы одним глазком? — Просматриваю, да. Не одним глазком, двумя и даже тремя. На самом деле у меня есть некоторые вопросы к Алексею Анатольевичу. Есть некоторые вопросы к Алексею Анатольевичу. Я не думаю, что обвинение сформулированной прокуратурой против Навального является абсолютно необоснованным. Это мое личное оценочное суждение. То есть есть в чем там разбираться, хотя до конца я еще не определился, честно говоря. — Понятно. Я почему спросила? Потому что, насколько я понимаю, Алексей прогнозирует, что фактически процесс уже подходит к концу. То есть осталось два-три заседания. Интересно, когда нам ждать финала? — Ну нет, я бы так не говорил. На самом деле достаточно большое количество свидетелей не допрошено. Сторона защиты вообще еще не представляла своих доказательств. Не было прений, соответственно, говорить о том, что близок финал, ну я бы, наверное, не рискнул. Опять же нам известно о том, что у Петра Офицерова в настоящий момент, у второго подсудимого, есть проблемы с здоровьем. — А вот, кстати, интересно. Офицерова сегодня, говорят, выписали из больницы внезапно, куда он обратился вчера с подозрением на острый панкреатит. — Ну, острый панкреатит, болячка, извините, весьма нехорошая. — И как бы он завтра поедет? — Ну, если его выписали, это означает, что, как минимум должно означать, что состояние его здоровья не настолько критическое с тем, чтобы лишать его возможности принять участие в судебном процессе. Поймите правильно, Аня, мы с вами рассуждаем сейчас все-таки о мерах государственного принуждения. Представьте себе ситуацию, давайте попробуем отрешиться от персон достаточно медийных. Хорошо, а если будут судить рядового грабителя, к примеру, который у бабушки в подворотник кошелек убежал, он будет говорить, нет, у меня вот горлышко болит, давайте я на суд сегодня не пойду. — Ну, Ян Евгеньевич, все-таки горлышко и острый панкреатит, это разные вещи. — Ну, еще раз, его же выписали. — Ну, говорят, что его выписали, потому что в больницу, куда накануне госпитализировали, пришла проверка непонятная. — Я не сторонник теории заговоров. — Я тоже. — Я не знаю, является ли весь этот судебный процесс срежиссированным, действительно ли председателя Ленинского районного суда срочно вызывали в Верховный суд, где какие-то нотации ему читали. — А ходят такие, да? — Ну, это же было одно из оснований для стороны защиты заявить, отвод суде выдали, но о том, что якобы они получили сведения о том, что председателя Ленинского районного суда господина Зайцева вызывали в Верховный суд, где фактически указывали ему, каким должен быть приговор в отношении Алексея Анатольевича. Может быть, это тактика защиты, может быть, упаси бог, это действительно правда, может быть, что угодно. Вариантов очень много, к сожалению, пока никакой достоверной информации у нас нет. Вопросы верить кому-то, не верить кому-то другому, ну, все-таки это не вопросы права. — Ну, надо критически подходить, да, к словам и той, и другой стороны. Единственное, что хотела еще уточнить по поводу, ну, не знаю, неких выгод, вот затягивания процесса, если мы предположим, что Алексей Анатольевич не хочет ехать в Киров намеренно, да, и изыскивает для этого уважительные какие-то причины. Почему-то фигурантам дело выгодно, чтобы решения и процесс стянулись как можно дольше, или же нет? — Ну, на самом деле, это достаточно распространенная тактика защиты, затягивать максимально процесс, надеясь на то, что фактически за прошедшее время или свидетели что-то забудут, либо, наоборот, что-то вспомнят, удовлетворят какой-нибудь другой иск, который будет подан или уже был подан в Европейский суд по правам человека. Возникнут какие-то иные обстоятельства, с помощью которых можно в последующем будет эпилировать. Например, вот срочно выписали Петра Офицерова, тем самым нарушили его право на охрану собственного здоровья, и под этим соусом поставить можно попытаться под сомнение будущий вердикт суда. Если, конечно, он будет не устраивать сторону защиты. Честно вам скажу, что из вот этой пары Алексея Анатольевича и Петра Офицеров, мне гораздо более лично симпатичен последний. Потому что его, я считаю, человеком, на мой взгляд, абсолютно искусственно притянутым к этой ситуации. Если говорить о том, что в отношении господина Навального у меня лично есть некоторые сомнения по поводу правомерности его действий, указаний, которые он давал, либо роли, которые он играл, я еще до конца не разобрался, то в отношении офицеров лично мое мнение, конечно, уже давно сформировано, и оно сводится к тому, что я считаю человеком, абсолютно зря подвергающимся уголовному преследованию. Ян Чеботарев, юрист у нас в гостях. В особом мнении прервемся на две минуты на рекламу и продолжим. Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас юрист Ян Чеботарев и Анна Лапшина, и мы продолжаем говорить о делах, так или иначе имеющих отношение к профессиональной деятельности Яна Евгеньевича. Следующая наша тема – создатели фильма «Матильда» могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом пишет депутат Государственной думы Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма, который занимается этой темой достаточно давно, уже несколько месяцев, как ополчилась она на фильм «Алексея Учителя». Фильм, напомню, посвящен некому биографическому факту, или псевзи биографическому. Нет, это исторический факт. Исторический, достоверный факт. Связь Матильды Кшесинской и Николая Александровича Романова. Гольштейнга Торпа. Понятно. Вот Наталья Поклонская пишет, что за последние месяцы получила она в общей сложности 10 тысяч подписей против выхода картины. И сообщает о нескольких запросах, которые она сделала и в Минкульт, и в Генеральную прокуратуру, и еще куда-то, и еще куда-то, и еще куда-то. Если раньше, насколько я понимаю, решила только о том, чтобы запретить показ фильма, то теперь, вот видите, уже к уголовной ответственности собирается... Режиссера? Ну, видимо, режиссера, и сценариста, и, возможно, и актеров, потому что там есть и к актерам претензии у Натальи Поклонской. А еще проблема в следующем. Я вот, честно говоря, не понимаю, как представитель прокуратуры может писать о том, что фильм нарушает, например, законодательство Российской Федерации, в частности, в части неприкосновенности частной жизни персонажа. То есть вчера я видела комментарий, язвительный, по поводу этой новости насчет привлечения уголовной ответственности создателей Матильды, и люди пишут, что в таком случае давайте запретим уроки истории. Ну, на мой взгляд, после смерти человека у него уже нет ни частной, ни личной, никакой жизни. Наталья Поклонская с вами не согласна. Ну, бог ей судья. На мой взгляд, меня отлично всегда пугают попытки установить в пользу какой-либо социальной группы, причем любой, откровенную цензуру. Ведь госпожа Поклонская, известный в настоящее время культуролог и историк, напомню, по-моему, это она, Грибоедова с Суворовым, Попутовым, пытается сказать о том, что нежели господин Романов, с семьей признан сейчас Русской Православной Церквью, канонизирован в лите святых, то любое критическое, умоляющее, бросающее тень на него художественное произведение может быть истрактовано как весьма популярная в настоящий момент тема оскорбления чувств верующего. Яна Евгеньевич, поясните мне, пожалуйста, вот я на протяжении нескольких месяцев не понимаю, а что плохого в неких отношениях, близких, между мужчиной и женщиной в глазах Православной Церкви? Ой, вы знаете... Почему это бросает тень? Не знаю, не знаю. Я могу согласиться с мнением господина Невзорова о том, что православие головного мозга – это очень опасная болезнь. Это отсталивительное осуждение было сейчас. На мой взгляд, перегибать палку до такой степени точно никому не стоит. Потому что следующим этапом, извините, тогда нужно вводить в качестве обязательной программы религиозного воспитания, и более того... А собирается уже, собирается, уже Интерфакс сообщал об этом. Либо вообще устанавливать какую-то главенствующую одну, две, три религии в Российской Федерации. А кто тогда, простите, защитит чувства людей... Атеистов? Агностиков? Безусловно. Буддистов, агностиков, адвентистов Седьмого Дня, баптистов, да кого угодно. Полностью неверующих, язычников, коих, на мой взгляд, в Российской Федерации в настоящее большинство. Потому что по-настоящему православных людей я давно уже не встречал. То есть здесь госпожа Поклонская, безусловно, палку перегибает. И я откровенно рад, что она в настоящий момент мундир прокуратуры уже не носит. И я думаю, что вреда от ее деятельности на должности прокурора было бы больше, чем все-таки вреда, который она может принести, являясь одним из членов фракции «Единой России». С учетом того, что, как правило, фракция «Единой России» голосует согласованно, то, соответственно, я думаю, что здесь старшие товарищи ее пыл могут поправить. Мы можем каким-то образом прогнозировать перспективы вот этого процесса, о котором она говорит? Могут быть все-таки привлечены создатели фильмов «Уголовная ответственность»? В Российской Федерации может быть все. В части прогнозов можно Орла почитать, например, и там все написано, все, что может быть. В общем, прогнозы – дело неблагодарное в этом случае. Понятно. Остается совсем немного времени, и я, честно говоря, планировала поговорить с вами еще о нескольких темах, но, тем не менее, возьмем мы только одну. Сегодня в нашем городе проходит совещание по развитию российской оборонной промышленности, в связи с чем, насколько я понимаю, анонсировался приезд премьер-министра Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, но, насколько понятно, из последней информации Шойгу я в списке приезжающих не вижу, а вижу зампреда правительства Дмитрия Рогозина, полпреда президента ПФО Михаила Бабича, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического развития Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова и еще руководителей госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», а также профильных предприятий, ну и, естественно, в Рио Игоря Васильева. Все они будут совещаться сегодня на Кировском машиностроительном предприятии Хоузенг Алмаз-Антей. Насколько я понимаю, совещание начинается вот-вот. Приехали они, по-моему, в 12, в 2 начинается основное. Основное прямо вот событие, зачем они приехали. Какие улицы перекрывают, еще не сообщают? А вот, к сожалению, нет сообщения об этом на официальном сайте правительства области. И вот всегда я огорчалась по этому поводу. Мне казалось, что должны, должны быть. Ну, по-московской усиленные посты стоят. Я просто сегодня был в Октябрьском суде, там достаточно большое количество пешеходных патрулей. Ну, я думаю, что без перекрытия улиц ты, наверное, не обойдешь. Ну, большая делегация, люди серьезные, все-таки, вот, конечно, как неуважительно. Ян Евгеньевич, вот у меня два вопроса в связи с этим. Во-первых, не очень понятно, зачем они приезжают сюда таким большим составом, там, да, представительно. Вот. А во-вторых, хотелось бы поговорить о том, как готовится наш город, если успеем, чуть-чуть. Есть какие-то предположения? Вот у меня сегодня с утра с коллегами был разговор, коллеги говорят, прямо вот ощущение такое, что из Кирова хотят сделать снова закрытый город. Ну, я думаю, что в настоящий момент это, наверное, невозможно. Хотя бы в силу того, что, простите, сейчас количество закрытых городов, закрытых административно-территориальных образований на территории Российской Федерации определяется соответствующим федеральным законом, и в силу норм данного закона целый город областного значения невозможно сделать закрытым административно-территориальным образованием. Можно сделать кусочек. Кусочек? У нас есть кусочки, которые подпадают под понятие «ЗАТО» в черте города Кирова. Вот отдельно, например, новый завод «Алмаз-Антей» на площади 20-го просъезда, безусловно, можно реформировать в качестве «ЗАТО». Если там еще и граждане будут жить, они просто работают. Ян Евгеньевич, там вокруг построили много-много-много-много-многоэтажных домов. Да, из-за окона видно территорию завода. Да, каким образом это можно сделать? Ну, видно территорию завода и что. Все ведь секреты, они же, простите, во глубине. Тем более, что это секреты, по большому счету, по лишенере. В части визита, на мой взгляд, руководители правительства, субъектов федерации, регионов, безусловно, должны ездить, общаться с руководителями областей, знакомиться с предприятиями. Я все-таки считаю о том, что это не просто туристическая поездка. Весьма полезно для руководителя любого уровня видеть, как живут люди на местах. Главное, чтобы просветить, но это происходило не из автомашины служебной. Вот проблема-то в чем, главному-то мы подобрались. Вот-вот. То есть, пожалуйста, ездите, смотрите, знакомьтесь, разговаривайте с людьми. Но ведь проблема-то в том, что эти люди приезжают из аэропорта на объект, их везут по улицам, которые перед этим... ...почищены, подремонтированы, снег побелен, трава покрашена. Ну, сейчас нет травы, но снег почищен. Во всяком случае, нам-то, горожанам, от этого наверняка, с одной стороны, несколько веселее, потому что мы понимаем все-таки несколько показной характер тех мероприятий, которые проводились к данному приезду. В то же время, разве плохо, что хоть-хоть благодаря... Хоть две-три улицы. Да, благодаря визиту господина Медведева, господина Рогозина и уже с ними почистили более тщательно те улицы, по которым их кортежи должны проследовать. Ян Евгеньевич, Вы знаете, я вот тоже ничего против не имею, кроме одного. Я примерно представляю себе, что количество сотрудников служб, которые занимаются очисткой улиц, оно примерно одинаково в разные дни. В разные дни. Ну, наверное, да. Вот, и если люди усиленно чистят улицу Производственную или улицу Луганскую, то там и поедут. Значит, там и поедут, конечно. Но, значит, каким-то другим улицам их внимание не достанется. Они им будут обделены. ФСО не дорабатывает, если Вы правы. Да, потому что чистить должны несколько улиц. Правильно. Причем, чем больше, тем лучше. Чтобы люди не догадывались. Чтобы ни один злоумышленник не мог вычислить тот маршрут, по которому и поедет глава нашего правительства. Отлично. На этой позитивной ноте мы заканчиваем. Надеюсь, что сотрудники коммунальных служб, сотрудники ФСО к нам прислушаются. И... Город будут чистить. Город будут чистить. Регулярно. Весь. 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 Да. Согласен, подписываюсь. Ян Чеботарев, юрист, был у нас в особом мнении. Анна Лапшина. Я прощаюсь с Вами. До свидания. До свидания. До свидания.